Будущее России, собственно, как и всего мира, на мой взгляд, в особенностях нынешних, сегодняшних реалиях, оно туманно. И вот эти непрекращающиеся горячие точки, мир давно стал другим, и вот этот другой мир подбирается вплотную к нашим границам. Это, конечно, опасная тенденция, но то руководство страны, которое сейчас мы имеем, оно, по-моему, знает, что делает. Ну и все-таки, как-то мы коммерчески и финансово растем, но опять-таки, за счет чего растем? За счет газа, нефти, надо альтернативу все-таки иметь. Альтернатива может быть какая? Давайте, поднимать все-таки, вспомнить о том, что есть сельское хозяйство. Успешно до конца, которое было убито госпожой Скрынник, людской ресурс прибывает из Украины. Конечно же, эта часть населения поднимет демографию в России. Немножко потеснят Азию, которая повсеместно заняла многие сферы обслуживания. Но эти массы должны распределяться по стране веерно. Веерно и равномерно. Ну и, конечно, конечно, все-таки, повторюсь, что нужно искать альтернативы. Если альтернативы нет, тогда нам нужно будет опять мир удивлять новыми тополями, эскандерами, ракетами разной дальности, земля-воздух и так далее. Все варианты.